Это выставка World Food 2022. Мы продолжаем. С нами спикер сегодняшнего мероприятия Наталья Загвоздина, аналитическое управление ПАО Сбербанк. Наталья, здравствуйте. Вы выступали вот только что. Расскажите нам вкратце, тезисно, о чем было ваше выступление. О чем было мое выступление? О том, что мы не видим кризиса потребления, что безусловно при экономическом спаде, который мы прогнозируем на уровне 3% в этом году, безусловно и потребление примерно таким же темпом покажет падение. Но это не та глубина и не те изменения в потребительских привычках, которые можно характеризовать как глубокий кризис. Потому что в этом году не из-за поведения потребителей, а в большой части из-за того, что изменились поставщики в своем желании привезти сюда товар. Кто-то наложил на себя самостоятельно санкции и уходит с рынка, освобождая место, кстати, локальным игрокам. Из-за этого мы видим очень большую разницу в том, как непродуктовая розница и непродуктовые траты населения отличаются от того, что мы продолжаем тратить на продукты питания. И здесь мы на выставке, которая посвящена именно продуктам, и что же мы видим там? Мы видим, что доля расходов в потребительской корзине на продукты питания, ну конечно она подрастает. Она еще чуть-чуть и наверное составит 40%. Это довольно высоко, но не сказать, что это какой-то колоссальный рост. За большое количество лет, лет за 15, эта доля выросла с условных 25% под 40%. Но это за очень долгий промежуток времени. А потом мы еще видим, что потребитель не снижает своего фокуса при этом на здоровое питание. На самом деле вопросы собственного здоровья и здоровья близких, они важнее, чем инфляция, экономические проблемы в стране или геополитика. Понимаете, о чем это говорит? О том, что, во-первых, есть место локальным поставщикам на рынке. И вот эта поддержка сельскохозяйственной отрасли, которую мы видели очень активно со стороны государства с 2014 года, она имеет свои плоды. Вы сказали несколько раз про локальных, что дали место локальным производителям. А локальные производители готовы занять эту нишу? Мы вот не смотрели на уровень производителей. Я знаю точно, что в непродовольственной рознице это довольно видно в детских товарах, в одежной, обувной группе, что мы действительно видим довольно бурный рост локальных поставщиков. Но давайте будем честны, вот они локальные, если это не продукты питания, в той степени, что это локальный бренд, и вы его найдете в местных магазинах или в онлайн. Но поставка может быть из Узбекистана, из Бангладеш или Китая. А что касается производства свежей продукции, молочной группы, овощной, то, что производится в теплицах, здесь мы видим двузначный рост производства. Именно благодаря тому, что мы, как отрасль сельского хозяйства, наслаждались такими довольно существенными субсидиями, которые представляло государство. Вы знаете, что у нас производители сельхозпродукции не платят налог на прибыль. Делая вот такой аналитический срез, исследование проводя, вы делаете какие-то прогнозы? Что нас ждет в дальнейшем? Прогноз наш таков, что потребление в реальном выражении, то есть очищенном на инфляцию, в этом году покажет снижение. Но это снижение будет в пределах 5%. Похоже на темп снижения в экономике. И в этой же логике, если на следующий год мы, как аналитическое управление Сбербанка, прогнозируем падение экономики 1%, наверное, в потреблении мы увидим тоже около нулевое или 1-2% снижение. Ведь можно говорить об уровне доходов населения, кстати, 85% опрошенных внутри нашего опроса индекс Иванова, 85% сказали, что у них нет увольнений, они сохранили свою работу. Уровень безработицы такой же, какой он был в 2021 году, он не вырос. И он гораздо ниже, чем был в пандемийном 20-м. Поэтому говорить, что есть какой-то слом в уровне доходов нельзя. Мы также видим, что довольно быстро, ну, может, чуть-чуть, не догоняя инфляцию, растут выплаты внутри социальных, социальные схемы, пенсии, социальные выплаты, они тоже поддержат потребление. Это значит, что в целом мы можем смотреть в будущее, ну, если не с каким-то безудержным оптимизмом, то в целом достаточно сдержанно, да, не впадая в, я не знаю, в истерику. Именно так. Мы всех предостерегаем от того, чтобы интерпретировать происходящее в экономике как кризис. Да, это снижение. Экономика России вошла в 2022 год в отличной форме, в колоссальной форме. Как государственные финансы в виде бюджета и резервов, даже при том, что половина из них оказались заморожены, так и состояние отраслей экономики, состояние продуктовой отрасли, сельского хозяйства, ритейла. Мы, в общем-то, готовы к этим вызовам и надеемся, что все будет умеренно и, может быть, даже позитивно. Здорово. Я надеюсь, Наталья, что вы, если кто-то был в панике, вы его успокоили. Но в целом, да, спасибо вам за разговор и удачи. Сегодня обвинили в том, что я была слишком оптимистична, что для аналитика вроде как не положено. Ну, значит, это такой знак, что на самом деле, может быть, все хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо.